Привет всем! На тесте у смартфон UA новое поколение фитнес-трекера от компании Number One. Усовершенствованный дизайн водонепроницаемого корпуса, улучшенные технические характеристики и расширенные за счет широкого набора режимов активности функциональные возможности. Все это лишь незначительная доля изменений, коснувшаяся F4 Smart Band стоимостью 18 долларов. Подробнее об этом устройстве далее в нашем видео обзоре. Начнем обзор с комплекта. Поставляется F4 в компактной коробке, на которую в виде иконок вынесены его ключевые характеристики, а также QR-код для скачивания фирменного фитнес-приложения в магазине Google Play или Apple Store. Внутри помимо трекера находится руководство пользователя и USB кабель для подзарядки с магнитной головкой, которая крепится к корпусу. Корпус основного модуля изготовлен из пластика. Два контакта для магнитной зарядки и блок датчика сердечного ритма расположены на тыльной матовой стороне, а почти дюймовый OLED-экран с сенсорной кнопкой управления на передней. Сразу скажу, что запас яркости дисплея средний и он не регулируется, так что если нужно разобрать что-то под прямыми солнечными лучами, то придется прикрывать дисплей рукой. Сверху экран и сенсорная площадка, с помощью которой осуществляется навигация по меню трекера, прикрытый скругленным к торцам прозрачным глянцевым пластиком. Выглядит такое решение стильно плюс удобно в пользовании. Единственный недостаток это появление царапин и трещин при неаккуратном пользовании. А вот за что не придется волноваться пользователю, так это за сохранность F4 в условиях плохих погодных условий. Тестируемая модель не боится дождя, ее можно не только не снимать во время мытья рук, но и брать с собой в бассейн или душ. Корпус F4 защищен от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68, что позволяет погружаться с ним на глубину до полутора метров на полчаса. И сборка при таких заявленных гидровозможностях, замечу, не подвела никаких швов и зазоров. Сенсорная кнопка отлично распознает касание даже мокрыми пальцами. Сам модуль в ремешке сидит как в литой, и это при том, что он съемный. Динамичный внешний вид F4 завершают съемные двухцветные ремешки из высокотемпературного полиуретана в четырех расцветок. Черно-красный, черно-серый, черно-синий и черно-салатовый, как у нас на тесте. Такое сочетание позволяет носить гаджет как с одеждой делового стиля, так и со спортивными вещами. Порадовал обилие дырок, на браслете можно одевать даже на самую худую руку. А вот длина ремешка небольшая, 23 см. На очень широкое запястье может и не хватить. F4 поддерживает автоматическое включение экрана при повороте руки. Как видите, никаких механических кнопок на корпусе устройства нет. Чтобы выбрать нужный раздел главного меню, достаточно один раз нажать на сенсорную клавишу. Чтобы выбрать любой из подразделов, поддержать на ней палец 2 секунды. Более длительные нажатия возвращает в предыдущее меню. Что касается аппаратной начинки, то набор микросхем перед вами. Заявленное железо обеспечивает хорошую скорость и отзывчивость системы. В этом полный порядок. По части датчика в F4 предусмотрен пульсометр, акселерометр, а по части беспроводных модулей Bluetooth 4.0. Его активация понадобится для запуска фирменной утилиты Fandu Pro, предварительно скачанной из магазина приложений. Заявленный функционал браслета широкий. От получения информации о сердечно-сосудистой системе и активности человека, до получения уведомлений о входящих звонках, смс и сообщениях из различных социальных сетей. Последняя функция на практике работает очень хорошо. Кроме того, что браслет сигнализирует пользователю обо всем довольно сильной вибрацией, он еще и на экране отображает имя и номер звонящего. А в одноименном разделе главного меню можно просматривать текст непосредственно сообщения. Зайдя в раздел здоровье, пользователь сможет измерить частоту сердечных сокращений, артериальное давление и уровень кислорода в крови. Что касается точности измеряемых данных, то пульс измеряется точно, давление есть небольшая разница с тонометром, а вот кислород средняя температура по больнице. Контролировать изменения данных показателей во времени можно лишь после синхронизации браслета со смартфоном. На практике связь между гаджетами прерывалась не часто, однако данный факт был. Браслет уведомляет об этом пользователя перечеркнутым значком Bluetooth. Также в утилите сохраняются данные о вашей физической активности, пройденное расстояние, количество сделанных шагов и сожженных калорий, достигнутые цели, уровень активности в целом за день. Шагомер работает относительно точно, но разница с Mi Band первого поколения составляет 10-15%, ведь даже при обычных взмахах руки иногда этот браслет считает это за шаг. Так что если вы анализируете все данные, то некую погрешность стоит вносить. Что касается режимов тренировки, то их в F4-8. Бег, езда на велосипеде, баскетбол, плавание, бадминтонов, восхождение на гору, футбол и настольный теннис. Все данные, которые пользователь может посмотреть на браслете, активировав один из них. Время, прошедшее с момента тренировки, причем включить начало нужно вручную, текущий пульс и количество сожженных калорий. Любопытно, что количество режимов тренировок, указанных в фитнес-трекере и фирменном приложении, отличаются. Соответственно, подробные данные на смартфоне можно посмотреть далеко не по всем видам тренировок. Но зато теми, что доступны, можно делиться с друзьями в самых популярных на сегодняшний день соцсетях. Все, что связано с GPS, информация берется со смартфона. Из программы Fundo Pro можно настроить интервал измерения пульса, напоминание размяться или попить воды, поставить будильник, активировать режим не беспокоить. В связке с мобильными устройствами, по словам производителя, F4 должен также показывать уровень ультрафиолетового излучения, высоту, атмосферное давление и температуру воздуха. Однако пока девайс таких данных со смартфона получать не умеет. На сегодняшний день не сложилось идеально у этой модели с мониторингом сна пользователя. Но будем надеяться, что в новой версии прошивки, которую обещает производитель, все это исправит. Напоследок автономность, она хорошая. Неделю от одного полного аккумулятора емкостью 130 мАч, даже в жестком режиме браслет продержался. Что ж, несмотря даже на сырость программного обеспечения и сопутствующего приложения для смартфона, которое немного ограничивает функционал данного браслета, F4 за 18 долларов выглядит куда предпочтительнее своих конкурентов из Китая. Во-первых, благодаря стильному дизайну, отличной сборке и водонепроницаемости корпуса. Во-вторых, наличию хотя и не идеального для солнечной погоды, но все же OLED-дисплея. В-третьих, приличной автономностью и корректным выполнением своих основных функций. Измерение пульса, подсчет шагов, отображение уведомления входящих в звонках и смс. Остальное, уверен, будет исправлено с выходом обновленного фирменного приложения. В любом случае стоит понимать, что данная модель без смартфона в кармане всего лишь аксессуар. С вами был смартфон UA. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Всем пока!